Здравствуйте! Это наш базовый разбор окна анимации. В центре экрана есть окно в котором вы будете видеть ваши отснятые кадры, а также режим Live View. В верхнем левом углу есть панель управления для фона, так что его можно настроить черным или белым в зависимости от того что вы снимаете и какой фон вам нужен. Также есть контроллеры для разделения А и Б. Я расскажу об этом в другом видео чуть позже. Также есть вот эти кнопки определения цвета. Это очень полезная функция для плавного высвечивания заднего и переднего плана и об этом я тоже расскажу в другом видео. Здесь внизу в левом углу вы возможно узнали все эти элементы управления. Они очень похожи на те что в окне анимации. То есть перевернуть картинку, поставить сетку, настроить прозрачность, соотношение сторон и так далее. Здесь у нас есть проверка и контроль фокуса. Это довольно интересно, потому что вы можете увеличить область и если у вас есть Motion Control или объектив поддерживает такую функцию, то вы можете настроить фокус с помощью этих элементов управления. Вот здесь наши режимы просмотра. Сейчас мы смотрим на Live. Я даже могу помахать рукой. Вот Live. Затем у нас есть полноцветный режим, который применяется готовым снимком. Поэтому у меня есть два тестовых снимка, которые я сделал и сейчас они в полноцветном режиме. Затем у нас есть черно-белый режим. Режим просмотра отсечения. Здесь вы можете видеть, что мы выделяем засвеченные области в этой картинке. Так что это режим, в котором мы установили шкалу градации серых оттенков. У нас также есть ряд различных режимов просмотра 3D. И мы расскажем об этом в другом уроке. Как мы снимаем 3D в Dragon Frame и как Dragon Frame может контролировать глубину 3D во время съемки. Давайте перейдем назад в Live. Вот режим Live. В этой нижней области у нас есть панели миниатюр для снятых кадров. Здесь будут наши фактические кадры. Ниже у нас есть тестовые снимки. Тестовые снимки делаются с помощью вот этой кнопки здесь. Вот этой. Это кнопка настройка камеры для тестового снимка. Я вот сделал один сейчас. Тестовые снимки можно делать, когда вы пытаетесь настроить вид сцены. То есть вы пытаетесь выставить освещение или найти баланс. Для этого можно делать пробные снимки. Также мы добавили классную опцию референсы. В это окно можно добавлять картинки или референсы из других сцен, которые должны совпадать или выглядеть как сцена, которую вы снимаете. Или может картинка, которая подходит по цветовой палитре. Но в целом это место, куда можно поместить референсы. Если вы сняли тестовый снимок, который вам очень понравился и вы хотите использовать как референс, можно его просто перетянуть вниз. Вот так. Тестовые снимки и референсы остаются здесь на протяжении всей съемки. Так что даже если вы меняете сцены, референсы и тестовые кадры остаются на месте. Справа у нас есть элементы управления для окна анимации. В первую очередь вам нужно знать, что это настройки камеры и информация о снимке. Я перетяну настройки камеры сюда. В информации о снимке есть гистограмма, которую можно настроить в разных цветах. И вот это информация о снимке, которые у нас выделены в данный момент. Настройки камеры это по сути элементы управления вашей камерой. Особенно если вы снимаете на Nikon, Canon или Sony. Есть достаточно много камер, которыми можно управлять напрямую через интерфейс. Контролировать можно в принципе все. Баланс белого, выдержку, ISO. Все это может быть также заблокировано, потому как если вы настроили экспозицию и не хотите, чтобы что-то поменялось, вы можете заблокировать настройки здесь. Также можно добавить несколько экспозиций. Мы сделаем отдельные уроки. Обнаружение цвета. Это система, в которой вы можете брать образец цвета. Я нажму на эту иконку, например, серый цвет. И теперь вы можете настроить отклонение здесь. И вы видите, что эти косые линии, это соотношение к серому цвету. Можно уменьшить отклонение, чтобы показать только ту область, которую я выбрал. Это будет полезно, если нужно равномерно высветить фон или если нужно настроить определенный тон лица или цвета, чтобы все было одинаково во всех дублях. Дальше у нас есть цифровой денситометр. Используется он довольно часто. И это хороший инструмент для того, чтобы на протяжении съемки отслеживать, совпадают ли ваши снимки. Без надобности сравнивать снимки один к одному. Поэтому вы можете снимать показания с разных частей изображения, снятых на разных этапах. Далее у нас есть цветовые палитры. Это новая функция. Будет интересно посмотреть, как люди пользуются этим. С помощью цветовых палитр вы создаете свой собственный набор цветовых палитр, который можно сохранить, импортировать и экспортировать. Они могут помочь передать цветовую схему на разных снимках. Таким образом вы можете создавать цветовые схемы, брать снимки и делать образцы. А также вы можете создавать цветовые схемы в других программах, например, в адобе. А также переносить их и загружать в наш раздел цветовых палитр и сравнивать эти цвета с вашей сценой. Дальше у нас 3D-обзор. И здесь есть целый ряд элементов управления, которые помогут вам настроить и точно измерить глубину 3D. Здесь можно настроить конвергенцию, то есть схождение. Расфокус по краям. А также здесь есть точные инструменты для всех изменений 3D-измерений. Ну и последнее. У нас есть заметки для камеры. Это просто поле, где можно писать, кто оператор или режиссер, или любые другие важные примечания для команды, которая будет работать на площадке после вас. Все эти элементы можно включать и выключать. Можно вообще все выключить. Так что вы можете оставить только то, что вам нужно для работы. И вы видели, я уже так делал, что можно их передвигать, вот как вам удобно. На этом пока все. Пока!